Первый удар экономические кризисы всегда наносят по малому предпринимательству. Падает покупательная способность рубля, спрос на многие товары и услуги. Уже устоявшийся бизнес сложно сохранить, не то что начинать новый. В Сахалинском правительстве с одобрения депутатов областной думы решили начать налоговые каникулы. До 2021 года с момента регистрации новые индивидуальные предприниматели будут освобождены от налогов на два года. А уже существующим снизят ставку по упрощенной системе втрое, до 5%. Такие поблажки немного прохудят областной и муниципальные бюджеты. Но 70-миллиардный профицит Сахалинской казны, определенный в резервный фонд, и должен залатать эти дыры в ближайшие два года. Оптимизировали и изначально запланированный на год бюджет. Средства с будущих строек перенаправили на уже существующие, чтобы в более суровые по прогнозу 2016 и 2017 годы кризиса ни одна не зависла недостроем. Правительством приняты меры, чтобы вместо ранее планируемых 75 первоначальным бюджетом, 90 объектов будут завершены. Сокращений расходов никаких практически не предусматривается областным бюджетом. Они оптимизированы и направлены на более важные расходы. Другая важная тема заседания в областной думе – перевод стрелок часов в Сахалинской области. Инициативная группа подала заявку на референдум. Его вопрос – поддерживают ли сахалинцы переход из 9-й часовой зоны, плюс 7 часов от Москвы, в 10-ю, что равнозначно уже упраздненному летнему времени. По зимним часам рассвет в теплое время года наступает в 4-5 часов утра. Но депутаты отметили неправомерную постановку вопроса. Время регламентируется федеральным законом, поэтому на уровне области поправок в него не внести. Впрочем, в правительстве планируют провести соцопрос. Скорее всего, анкету можно будет заполнить и в день выборов губернатора для большего охвата населения. В его подготовке, возможно, поучаствуют и представители инициативной группы. Предложено инициативной группе, что референдум, как вы убедились, это не компетенция Сахалинской области, а они попросили, чтобы учли их мнение при формировании вопроса и как задавать. И мы написали в решении, чтобы правительство учло мнение при формировании вопроса на этом вопросе и сотрудничали. Ну, мы на этом как бы не расстраиваемся, опускать рук не собираемся. Значит, в ближайшее время проведем очередное собрание, переформулируем вопрос в соответствии с федеральным законодательством, который уже не смогут отклонить на голосование депутаты и заново подадим, будем регистрироваться в избиркоме для проведения областного референдума. В инициативной группе не планируют отступать от идеи референдума, потому что опрос, даже если большинством станут сторонники перевода стрелок часов вперед, не имеет юридической силы. То есть в правительстве его могут принять к сведению, а могут и нет. Чтобы перевести референдум в компетенцию областных властей, инициативная группа теперь планирует задать сахалинцам вопрос такого вида. Считают ли они, что сахалинским депутатам следует внести законодательную инициативу о переводе времени в области в государственный законодатель?